Здравствуйте, друзья! Сегодня мы напишем очень милый сельский мотив, дачный мотив, так что сама фотография в вашем голосовании произвела хорошее впечатление, даже очень хорошее, всех опередило намного в голосовании фотоматериалов для написания картин с этих фотоматериалов, поэтому я с удовольствием пишу, тем более я и сам ее хотел написать. Итак, оператор нам, наверное, фотоматериал выставил, чтобы вы могли увидеть его. Беру разбавитель, чистый разбавитель. Беру берила, беру ультрамарин. Цветом неба полностью избавлю толст от белизны. Я взял строительную кисть, вы видите, кисть с широким слоем ворса, то есть толщиной ворса. Набираю нужное количество вещества. Набираю нужное количество вещества. Почему мы и здесь синее набираем? Потому что это воздушная среда. Небо дает рефлексы на теневые в траве. Поэтому уместен с синий вполне. Мало того, синий с желтым – это уже зеленый. И, опять же, уместность синего будет и здесь. Но мы мочим холст таким образом, и краска будет входить быстро и с удовольствием. И у нас не будет сухости холста для набора этих трав. Я, видите, к краю подхожу аккуратно, для того, чтобы не набрызгать вокруг. Строительная кисть очень эффективна в данном случае. Стоит завести себе. Причем я обычно покупаю штук по 30 сразу. Чего и вам желаю покупать. Штук по 30 сразу. Количество краски здесь в траве нас мало интересует. Сколько положили – столько и хорошо. А вот количество краски в небе стоит рассмотреть. Где-то здесь у нас пройдет линия горизонта. И вот эту часть, которая относится к небу, удавим вещество на холсте. Удавим и выдавим лишнее, сбрасывая его на палитру. Чтобы не осталось продреси. Чтобы холст без плотного количества вещества не оказался. Вот здесь у меня недостаток вещества. То есть плотность краски такая, чтобы появлялся даже излишек вещества. И вы видите, этот излишек появляется. Это выгодное, умное количество вещества на холсте. И вы можете всегда тестировать мастихином удачный или неудачный количественный набор вещества. Теперь у нас под линию горизонта разбел и краснота. То есть я взял кадмий красный, взял немножечко розовый и белилов. Зашел чуть ниже. То есть фактически здесь я создал идею палитры себе. То есть чтобы не на палитре, где у меня голубой, а в дальнейшем будет зеленый. А чтобы не пачкать, грубо говоря, палитру красным сейчас. Я это сделал в соседнем месте, где у нас все равно будет зелень. И мягкую растяжку из одного цвета в другой. Строительная кисть еще тем хороша, что ее не жалко. Стоит она дешево. Поэтому вот можно так с ней обходиться за танибратом. И снова удавил вещество. Появилась мягкая растяжка из синего в разбеленный красный. И еще раз это же действие уже только с красным. То есть кадмий красным под самую линию горизонта. Снова мастихином удавливаю растяжку. И еще более произошла растяжка из теплого в холодный, из светлого в смуглый. Поскольку, вы видите, я несколько изменил композицию. Вместо квадратного формата у меня вытянутой в ширину. Я это сделал в том числе для того, чтобы урок был виден на весь экран. Итак, зелень любит подкладкой сиреневые и коричневые. Это и сухая зелень. Ну, то есть высохшие травки и в данном случае дорожка. Вот. А синий в подкладке уже не дает быть слишком агрессивной этой теплости. Я осторожничаю композиционно для того, чтобы... Ну, то есть не додаю краям, чтобы потом еще мочь поднять. Поднять, расширить, если что. Итак, это у нас подкладка, то есть это цвет земли, цвет сухих трав, который у нас состоит из сиреневых, то есть синий, розовый и коричневые мотивы. Сверху на них ляжет зелень и будет уже лежать со сложностью цвета. То есть вот это закладывание сиреневых усложнит зеленый. И вот теперь уже плюс изумрудная. У кого нет изумрудной, голубая ФЦ с желтой. И можно эту зелень укладывать. Опять же, я не тороплюсь сжимать небо, чтобы композиционно иметь возможность уточнить. Вот. Не только изумрудную стоит, конечно, брать, но и вообще голубую, с желтым, голубую, с коричневым. Вот голубая с коричневым, хороший смуглый цвет. Голубая с коричневым или синяя с коричневым, хороший теневой цвет в зелени. Вы видите, появились густоты. То есть краска уже плоснится множествами. Видите, кисть от легких таких коротких чирков быстро наполняет. Вот, можно заглянуть на палитру. Итак, коричневые, голубая ФЦ, если что изумрудная. Да, пожалуй, изумрудная пусть потом придет в какие-то, все-таки более теплый цвет нам нужен. То есть в основном коричневый с голубой ФЦ. В этой строительной кисти много краски захватывается внутрь ее, внутрь этого ворса. И это дает, конечно, скорость и качество укладки. Вот здесь, условно, будет наш домик. Я облака не тороплюсь вписать. Впишу их тогда, когда станет ясно, где у меня основные вехи силуэтов. Тогда и впишу. Меньшую кисть можно брать в том числе. То есть тоже строительную взял, но уже меньшую для каких-то детализаций. Мазок как бы делается короткий, но мазок. Живопись маслом это во многом именно мазок. Поэтому не просто тычем, а протягиваем при косновении. Длиние. 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 Красавы. Режим с платью. Продолжение следует... Так, попробую теперь уточнить домичек. Взял синий и розовый и получился сиреневый цвет, темно-сиреневый. И теперь разбеливаю. Этот цвет уже с синим в большей степени, то есть с ультрамарином. И вот более-менее похожий цвет домика произошел. Домик у нас заслонен, несколько заслонен деревцем. Продолжение следует...